привет друзья сегодня еще пару слов по поводу нескольких последних моих видео меня порадовали комментарии посвященное видео по поводу того как надо тестировать колонки акустические системы в целом на слух волшебными ушами или по приборам очень много понимания некоторое непонимание у некоторых людей но это ожидаемо но я надеюсь что все-таки они почитав комментарии других то есть не принимаем мы мои слова за истину в последней инстанции но смогут аналитически обработать ответы таких же зрителей как они и может изменить свое мнение действительно почти все сошлись к тому что пришли к тому что нельзя однозначно оценить акустическую систему во первых для каждого персонального человека у каждого будет разное ощущение и разная оценка ну и второе что инструментальные измерения имеют место быть имеют довольно высокое значение у них большой смысл скрыт но в частности помог мой тот график которая вставила чеха с жутким провалом 25 децибел на к нему мы еще вернемся тем не менее некоторые радикальное заявление о том что только по приборам можно сделать дать творческую в том числе оценку каким-либо колонкам мне тоже кажется чрезмерными потому что ну представьте себе один и тот же набор параметров может быть у сигнала воспроизведенным динамиком длинноходным и короткоходным динамиком с диффузорами с бумаги из целлюлозы параметры одинаковые ну наверное все или почти все критично близкие но звучание при этом на слух будет отличимо более или менее поэтому это один из примеров на их множество вообще аудио это не счастливое число букетов сочетаний звука качество параметров свойств поэтому я бесстрашно так рассматриваю очень близкие по конструкции модели колонок имеющие подчас одинаковые параметры уже не говоря о том что эти параметры практически никогда ничего не значит и вообще противник их публиковать но об этом я как-то говорил кому интересно слышал знает но дело сейчас не в этом просто мне было приятно читать ваши комментарии тема похоже стала полезной многие из вас могли может переоценить свое мнение вообще когда высказываешь например что то что всегда как бы знал а высказываешь формулируешь а лучше излагаешь грубо говоря на бумаге в интернете написал это в комментариях то она обретает какие-то осязаемые формы и самому вам приходит больше глубокое понимание того что вы пишете это приятно ну или полезно так скажем по крайней мере потому что больше всего мне не нравится заявление о том что одна система лучше другой или хуже другой понимаете это ж не не очки которые могут быть лучше или хуже при определенных при одинаковых диоптриях то есть одни лучше сидят на носу другие хуже там не знаю размер стекла разные может быть форма оправа разная это можно перечислить и прийти к единому выводу что эти очки там лучше для мужчины те для женщины это для блондинки для брюна для ребенка конь может пример не очень удачно но вы наверно поняли что имею ввиду в колонках такого не получится то есть и это прекрасно и об этом мы с вами собственно и разговариваем для этого мы собрались я полагаю для этого смотрите в частности и мой канал и каналы других каких-то граждан которых я не смотрю не понимаю не надо мне ссылки на них давать их некоторые уничтожаю удаляю комментарии потому что мне не надо здесь разводить дискуссию по поводу того что кто-то сказал кто-то из них я аудиоинженер у меня это в дипломе написано и многолетний опыт работы присутствует те люди заняты каким-то своим делом на здоровье я им не мешаю подметать или что они там делают мы шучу нет я да я злой человек но я имею ввиду что пусть и не нобелевские лауреаты но к моему цеху они не имеют отношения поэтому не надо мне приводить пример тем более дебильную музыку какую-то как от которую советуют иногда но взрослые люди ну я полагаю по крайней мере хотя иногда кажется что ребенок пишет я позволяю себе даже написать своего взрослых спроси там рядом каких но это это все творческий процесс результатом которого должно быть более глубокое понимание и мое в том числе каких-то нюансов музыкальной аппаратуры вообще музыки звучания и ваши я полагаю тоже по поводу видео про эквалайзеры противником которых я являюсь тут взаимопонимание было значительно меньше и боюсь что и не будет его больше ну и ладушки то есть ради бога я показал в предыдущем видео о том чем тестировать акустику ушами или ослографиями графика чх на котором был жуткий провал 25 дБ очень узкополосный и хотел еще один пример для против эквалайзера привести что например этот баг невозможно ликвидировать эквалайзером потому что он очень узенький а полосы эквалайзера даже третьеоктавного не смогут его устранить не завалив все вокруг то есть не подняв иначе говоря не испортив все вокруг скажем так будет невероятно нереально кривая картина если попытаться ликвидировать это эквалайзером даже параметрическим ну какими-то редкими можно но это все равно будет ну представьте 25 дБ в минус все это поднять на 25 дБ с шумами с искажениями совсем сопутствующим при этом с фазовыми изменениями короче говоря такие баги не фиксаться вот таким вот методом больше ничего не буду говорить об эквалайзерах многие люди высказались я полагаю что тоже к этому надо прийти вот можно в частности когда я был молодым и когда были проигрыватели винила и магнитофоны там постоянно были проблемы с завалом то высоких то низких частот и эквалайзер был но скажем необходимым нужен скажем востребован имел смысл скажем так хотя у меня его все равно и тогда не было сейчас же в них подстроить именно под помещение это у меня такой простенький усилитель я вообще не знаю что там ну то есть в нулях там точно стоит потому что по дефолту все всегда использую вот я как-то так расставил здесь колонки себе что меня это устраивает предположим да и это неправильно конечно неправильно что жилая комната в общем не сильно ошибка не шибко подготовленная ну здесь есть много мягких каких-то вещей которые довольно прилично глушит нет порхающего эхо нет каких-то не явного гудежа кстати это у меня решается сабвуфером то есть точечным излучателем низких самых низких частот которые ну скажем так комфортно здесь мне работает еще раз это мои баги мои проблемы мои радости я делюсь своим опытом пусть не может не всем не всем подходящим но кому-то может быть круче говоря это тоже видео было полезно об эквализации я не знал что так все запущено но признаю а вы теперь знаете что есть и другая точка зрения видите вот и ладушки также в дополнение к эквализации я хотел сказать что за всю свою длинную творческую жизнь конструирование аудио оборудования я встречал несколько людей которые носились с поиском звучания какого-то конкретного музыкального фрагмента они знали что он должен звучать именно так а не иначе я это думаю так что такой порядок их мышление сложился с тем что у них были неправильные колонки с каким-то дефектом лень усилителя не знаю что он скорее всего колонки все-таки которые выдавали вот в определенные композиции но например это я слышал про пинг флойд прудаешь стресс и про дэвида боу и точно может еще про что-то сейчас не упомню вот люди ходили с этой записью и ставили их ее везде с тем чтобы услышать как вот там моя или какая-то система другая звучит именно вот поэтому там пара секунд тут реально пара секунд это не говорили вот здесь должен быть колокольчик брыг нет колокольчик колокольчик а все до свидос то есть он уходит очень служить не будет это очень избирательный такой поиск действительно тонкий но ввиду того что они не могут его найти долгое время я думаю что это очень большая проблема то есть они ошибаются они ищут черную кошку в темной комнате ну или как неуловимый джо знаете что его поймать не могут не за нафиг никому не нужен просто вот похоже что какая-то система которая в свое время произвела на них неизгладимое впечатление воспроизводила вот с колокольчиком тот фрагмент эпизод на самом деле там его или не было или он был приглушен заметно или наоборот все остальное было поднято я не знаю как это сформировалось потому что я не так и не услышал тех эффектов которые они хотели услышать это очень важный пример я его забыл привести в прошлый раз в в защиту аппаратуры для тестирования аудиотехники потому что она бы пожалуй этот бага ловила на той самой первичной техники которая с колокольчиком и можно было бы внести коррективы убедить как-то человека что это ошибка или просто скорректировать любую другую систему под необходимую кривизну так скажем не сложно это пошло такие дела друзья мои счастлив что я вспомнил об этом фрагменте пару слов о выборе музыки для тестирования аудио оборудования к сожалению не удалось достичь консенсуса я так и не услышал не увидел единого мнения по поводу не длительности тестируемых отрезков музыки не о содержании ну то есть кое-как собрался сет такой набор музыкальных треков которые я намерен гонять на аппаратуре а мне вот предстоит и уже давно и делал видео обзоров техники с прослушиванием а уже пора как бы есть интересные образцы для тестирования то есть набор то я сделал этих треков но постоянно появляются комментарии критикующие его и предлагающие нечто взамен когда смотрю пытаясь посмотреть что предлагается взамен там получается либо редко использую ну не очень популярная композиция какая-то но видимо нравящаяся кому-то конкретному человеку может даже он реально на ней ходит и что-то слушает на другие другие колонки испытывает как бы если у него такой интерес есть или же этот трек просто не обладает какими-то уникальными свойствами с тем чтобы его заменить им заменить то что у меня есть но это касалось например женского вокала оркестровых каких-то композиций металла и хард-рок а в том числе конечно можно создать сотни тысяч и наборов подобных на подобных треков фрагментов вы для тестирования но между чем-то надо остановиться и менять его вскоре не могу потому что я захочу потом вам показать сравнение разных моделей акустических систем предположим и видимо на одном материале это было бы сделать интересно об этом я вчера говорил в одном интересном месте где надеюсь записать видео обзор одной интересной техники дорогой достаточно комплект оборудования не буду говорить сетапа какое кого-то злит что ли не знаю вот там мне подарили кстати пластинку не знаю надеюсь ютюбик не обидится что показываю тут может это тоже нарушение лицензионных прав да это квартет дэйва брубика это было очень приятно это классная пластинка винили на 180 грамм грин винил и я с удовольствием ее буду слушать тоже не хочу бесить тюбик ютюбик с его авторскими правами и и звучание буду слышать к сожалению без вас в одиночестве но сам смысл хочу показать сам смысл использование винила в качестве носителя информации прежде всего конечно во вторых это повод пообщаться я а сейчас буду слушать один и профи эту музыку знаю в люблю во вторых мы об этом вчера долго говорили там два с половиной часа по моему не только об этом и о другом но этот диск лежащий рядом с нами ведь он был запечатанный являлся как бы поводом преамбула к этому разговору который задал 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 тон и направил наш разговор в нужное русло 180 грамм он не шибко мнется я хотел вам показать красоту и так дэйв брубик часть 1 открываю свой критикуемый многими-многими арио свою включаю свой ресивер ну и дэйв брубик здравствуй а вам до свидания дорогие мои потому что слушать еще раз я буду один но я надеюсь что эти ответы на вопросы каким-то образом помогли вам в понимании того что я вещаю здесь на своем канале с удовольствием продлим беседу если появятся еще какие-то дополнительные вопросы дальше поехали